Продолжение следует... Для этих понятий мы поняли, как преобразуются поля. Электрическая магнитка, которая переходит из одной системы отчета в другую. Это как компоненты, значит, тензора. Давайте здесь напишем. Сейчас нам это понадобится. Эфикация равняется 0Е минус Е минус Е альфа бета гамма на H гамма. Или вот 0Е и Y е з минус Е и х минус Е и бред минус Е з 0 минус H з. HY минус HX здесь у нас стоит 0 минус HY HZ HX ну и соответствующий темп F и КТ он значит просто у нас меняет знак поля E минус E альфа бета гамма H гамма и давайте опять ему запишем, чтобы было понятно минус не Z не X не Y не Z ну а здесь то же самое у нас 0 минус HZ HY HZ 0 минус HX минус HY HX и 0 вот это у нас тензор поля ну значит как поля преобразуются мы с вами знаем у нас E продольная штрих равняется E продольная это нам понадобится потом я просто напомню а E поперечная штрих равняется гамма E поперечная плюс единица на С V вектор на H где V это скорость системы отчеток H штрих под отношением к системе отчетка и H поперечная штрих равняется гамма H поперечная минус единица на С V на E векторное произведение вот значит мы с вами это у нас поля преобразуются мы имеем в виде силы которые остаются инвариантными и мы с вами уже начали это делать и один тензор инвариант который можно составить значит клееных нет мы с вами это отмечили потому что у нас тензор антисимметричный а вот аккуратно но видно непосредственно из этих определений что у нас имеет просто сумма по компонентных произведений не x на минус ех не y на минус ех ез на минус ез это будет минус е квадрат и здесь тоже отсюда тоже будет минус е квадрат то есть минус 2 е квадрат а здесь у нас hz минус hz на минус hz y на hz и минус hx на минус hx то есть h квадрат и опять же это два раза повторяется то есть видно сразу что вот эта величина просто по виду этих тензоров есть 2 h квадрат минус е квадрат ну и второй вариант мы с вами вели через тензор абсолютно антисимметричный четвертого рандома я сразу использую понятие дуального тензора f и k равняется одна вторая e i k l m f l m то есть мы можем ввести дополнительный вот такой вспомогательный который на самом деле очень полезный дуальный тензор электромагнитного поля и мы показали с вами что он этот тензор он получается просто заменой на самом деле полей вот у нас e заменяется на h а h заменяется на минус e то есть f с тильдой и ката равняется у нас 0 h на минус h а здесь стоит у нас с плюсом e альфа бета гамма на e гамма это равняется 0 h x h z минус h x минус h y минус h z а здесь стоит у нас 0 ez минус h минус e y здесь стоит у нас e x здесь минус ez 0 e y минус e x 0 ну и соответственно тензор f с тильдой и ката это тензор то есть контровариантный он получается заменой с га-фа у h как всегда вот у нас вот эти элементы меняют знак а эти остаются вот эта трехмерная часть неизменная остается при повышении двух индексов e гамма ну это будет равняться 0 минус h минус h минус h z h h h h h z а здесь 0 то же самое что в тензоре по вариантам минус e y минус ez 0 e x а здесь стоит у нас e y минус e y 0 ну и собственно мы можем составить второй вариант просто делая произведение как бы свертку нашего исходного обычного тензора электромагнитного поля с дуальным тензором то есть f стильды и катая на f и катая это будет тоже инвариант второй нетривиальный инвариант и опять же видно из непосредственно из перемножения этих тензоров у нас просто имеется сумма вот так сказать попарных произведений f стильды и катая у нас такое а f и катая у нас вот такое у нас минус e x умножается на h x минус e y на h y и минус e z на h z получается минус скалярное произведение e на h и это повторяется четыре раза для для этого столбика и эти два сзывод в этой части минус h z и так далее то есть минус 4 e умножить на h вот в прошлый раз мы это получили на самом деле я в одном месте со знаком может быть чуть-чуть напутал но по крайней мере это правило по крайней мере знания нам не очень важны для нас важно что вариантными величинами является разность квадратов магнитного и электрического поля это есть вариант и скалярное произведение электрического поля на магнитное поле вот эти величины являются одними и теми же во всех системах отсчет а? ну потому что мы здесь вот при свертке вот этого тензора дуального тензора f' с кильдой кастентром f' или при составлении квадрата этого тензора мы получили четырехмерный скаляр величину без индексов понятно да? вот вот именно так значит из того что эти величины являются вариантами ну отсюда можно сделать ряд выводов если у нас значит в какой-то системе отсчета модуль h совпадает с модулем e то это будет верно и в любой другой системе отсчета то есть модуль h' будет равняться модуру e' потому что вариант будет равняться мулю если у нас в какой-то системе отсчета поле e перпендикулярно магнитному полю h то это будет верно и в любой другой системе отсчета то есть поля будут и в штриховой системе отсчета тоже взаимно ортогонально ну справедливо естественно некоторое неравенство то есть если у нас в этой системе отчета модуль h больше чем модуль e то это будет верно неравенство и в любой другой системе отсчета h потому что за вариант он должен естественно сохраняться уж не говоря про величину и если у нас угол между векторами h и e ну допустим острый меньше чем там 90 градусов да то он остается острым и в любой другой системе отсчета потому что знак мускалерного произведения у вас тоже не говоря уже о нем модуле остается неизменным то есть ну если угол будет тупой между h и e то и в любой другой системе отсчета тоже у вас будет угол соответственно тупой вот значит ну путем перехода в другую систему отсчета можно ну всегда выбрать поля h таким образом потому что мы принимали любые заданные значения при условии что соответствующие заданные значения имеют варианты нашего поля поэтому вот на самом деле если у нас выполнено условие что e на h скалярное не равняется мулю то можно всегда найти такую систему отсчета k-штрих в которой поля e и h будут параллельны ну или антипараллельны то есть система k-штрих такая что e-штрих параллельна ну или антипараллельна в зависимости от знаков скалярного произведения поля h-штрих ну собственно следует из того что мы имеем систему из двух уравнений h-штрих квадрат минус e-штрих квадрат равняется h-квадрат минус e-квадрат то есть исходному инварианту у нас равен и собственно в той системе отсчета где у нас они параллельны или антипараллельны e-штрих умножить на h-штрих должен равняться модулю скалярного произведения e умножить на h ну да а вот если есть схема отчетов которые параллельны а есть схема отчетов сохраняясь антипараллельны нет нет не они либо параллельны либо антипаралльны да конечно конечно это либо параллельны либо антипараллельны вот эта понятие .m과 его мастерия Он же один и тот же, поэтому я говорил, что угол он сохраняется Если у нас угол тупой, то можно сделать антипараллельный случай Если он острый, то параллельный случай То есть они не разделяются Просто имеется в виду, что у нас модули перемножаются Они дают модуль нашего инварианта шкалярного произведения И вот это второе уравнение Из этих двух уравнений всегда можно найти модули полей не штрих и аштрих В той системе отчетов, где они либо параллельны, либо антипараллельны А более интересный случай Это случай, когда у нас вот этот инвариант равен нулю Если у нас поля в системе отчета К взаимно перпендикулярны Тогда Тогда можем найти систему отчеток аштрих такую, в которой либо поле е штрих равняется нулю То есть система отчеток аштрих такая, что поле е штрих равняется нулю Это при условии, что у нас аш квадрат минус е квадрат больше нуля Если у нас вот этот инвариант положительным аш квадрат минус е квадрат Можно найти систему отчета аштрих, где у нас поле е штрих равняется нулю Ну вот при этом условии, естественно Или можно найти систему отчета, где поле аштрих равняется нулю Если у нас наоборот, аш квадрат минус е квадрат меньше нуля Если вариант меньше нуля, то можно найти систему отчета, где поле аштрих замулится Вот давайте найдем скорость вот этой системы отчета аштрих по отношению к исходной системе отчета к То есть скорость той системы отчета, где у нас, ну допустим, сначала поле е штрих замуляется Ну в условии вот этого инварианта Ну у нас же, соответственно, поля е и аш репендикулярны Поэтому давайте сразу выберем направление скорости В направлении поперечной плоскости полей е и аш При этом у нас продольная составляющая полей равняется нулю И она будет равняться нулю в любой другой системе отчета Вот в силу нашего законов преобразования У нас же продольная составляющая, она сохраняется Ноль скорости Поэтому вот мы выберем, что она была равна нулю в любой системе отчета Правильно? И штрихованной, и мне штрихованной И тогда напишем закон преобразования для поперечной компоненты поля е Но поскольку у нас теперь все поле поперечное Все поле поперечное Прожимое компонентом нулю Мы можем знак поперечное вот в том преобразовании Вот в этой формуле опустить Мы писаем, что у нас все полное поле поперечное Е штрих равняется дамма Е плюс единица на С В умножить на Аш И это должно равняться нулю Вот из этого условия мы и найдем нашу скорость У нас, соответственно, загуляется в ледо скобочка Е плюс единица на С, В умножить на Аш И давайте умножим это выражение вектор на Аш Мы иногда можем сократить Давайте Аш вектор на Е Плюс единица на С Аш вектор на В на Аш Равняется нулю У меня умножил вектор на это соотношение А на дамму сократил В силу того, что у нас Аш поперечное В То мы можем записать это соотношение в виде Как, значит, это у нас векторное произведение Аш умножить на Е Плюс Ну, по формуле известный БАС минус ЦАП Знаете, как раскладывается У нас будет здесь В деленное на С Скорость В умножить на скалярное произведение Аш на Аш То есть на Аш квадрат Минус Аш на скалярное произведение Аш на В Но Аш поперечное В Поэтому это ноль второе слагаемое Поэтому вот это равняется нулю И отсюда мы сразу находим Чему равняется у нас скорость В Скорость системы отсчета Где у нас поле Е-штрих равняется нулю Равняется минус С делить на Аш квадрат Аш векторно на Е Или С Уже с плюсом Е векторно на Аш Делить На Аш квадрат Да, мы рассматриваем именно такой случай Случай, когда Е не перпендикулярно Там, значит, нельзя замулить Потому что скалярное произведение У нас не муливое Там поля либо параллельные Либо антипараллельные Ну, можно сказать, это у систему отсчета А поля замуляются Они же при условии, когда вот этот Вариант равням нулю Мы этот случай рассматриваем Ну, значит, вторая Ситуация Рассматривается у нас аналогично Если у нас Наоборот Вот Вот Вариант меньше нуля И замуляется магнитное поле Аш-штрих То мы будем использовать Вот Нижнюю формулу Точно так же Аш-штрих равняется гамма На Аш-минус единица на С В на Е В на Е И это равняется нулю Мы замуляем Аш-штрих Потому что, опять же, все поле у нас поперечное Мы знак поперечности Просто опускаем по этой причине Мы специально выбрали сопрогревые компоненты Равнялись нулю Ну, отсюда, опять же, точно так же Мы умножаем Это векторно на Е Е векторно на Аш Минус единица на С Е векторно на В Умножить на А Е В В умножить на Е Равняется Ну, опять же, это будет Е векторно умноженное на Аш Минус, опять же, по формуле БАС-минус САП Минус В, деленное на С На Е квадрат В на Е квадрат Минус Е На скалярное произведение Е на В А нет, это дональны Поэтому Е на В равняется Нулю скалярное произведение Получаем ноль И в этом случае Во втором получаем Ше скорость движения Системы отсчета Это есть С Опять же, векторное произведение Е на Аш Только деленное Теперь на Е квадрат На Е квадрат Ну Мы получаем, что В обоих случаях у нас Модуль В Меньше, чем С Здесь Ну Здесь тоже В меньше, чем С Потому что Выполним эти Неравенства Вот, собственно Это довольно важные результаты Потом мы их будем использовать Вот, значит При анализе Дрейфа Заряженных частиц В скрещенных полях В литийском случае Ну Собственно Тут у нас остается еще один Вырожденный случай Это когда У нас оба им варианта Равняются мулю То есть, когда у нас Е умножить на А Равняется мулю И допустим И Е квадрат Минус А Квадрат Тоже Равняется мулю Тогда во всех системах Отсчета У нас Поля Равны по модулю И Взаимно Ортогональны Вот это довольно важный Случай Этот случай Реализуется в поле Плоской Электромагнитной волны Как мы с вами Увидим Там эти варианты Равняются мулю Ну вот Значит, теперь После вот этого Обзора И мемориантов И следствий Которые Вытекают Из этого Мы с вами Давайте рассмотрим Некоторые случаи Решения Уравнений Движения Ну Главные случаи Значит Мы на лекции Будем На лекции Будем Решать Обычное Трехмерное Уравнение Движения В наиболее Важных ситуациях Чтобы знать Собственно Все элементарные Движения Которые Возникают В ментромагнитном Поле Ну а Решение Трехмерного Уравнения Движения На самом деле Тема семинара Вот решение Задачи 11 По-моему Про движение В скрещенных полях Вот ее Надо будет решать С помощью Четырехмерного Уравнения Движения Это тема Семинарского Занятия Ну а мы Рассмотрим Значит сначала Случай Мы будем решать Уравнение ДППДТ Равняется Е На Е Плюс Единица на С В умножить На H Но Значит Первый случай Это случай Когда у нас Магнитного поля Нет Имеется Постоянное Электрическое Поле Е Имеется Поле Е Направленное По оси Не На Плоскости Не То есть Мы сначала Рассмотрим Вот это Уравнение ДППДТ Равняется Е На Е Движение В постоянном Электрическом Поле Ну Собственно У нас имеется Еще начальное Условие Вот допустим Импульс Мы Мы импульс Начальный Направим В плоскости Х Игрек То есть У нас будет Компонент П Моль Игрек П Моль Игрек Ну А Мы имеем Право Значит Просто Вот Так Взять Координаты Х Игрек Чтобы У нас Импульс Имел Ниже Две Компоненты А З Компоненты Его Равняется Мулю Тогда Наше Уравнение Будет Иметь Вид Д ДПХ По ДТ Равняется Е На Е Это У нас Вдоль Оси Х И ДП Игрек По ДТ Равняется Нулю Тогда У нас П Игрек Равняется Е Е На Т Плюс П Игрек Ноль Ну а П Игрек Равняется П Игрек Ноль Собственно Мы Мы можем Подходящим Выбором Начало Отчета Времени Замулить И Вот Констанкту П Икс То есть Отчитывать Время Т От того Момента Когда П Игс Равняется Нулю Ну просто Это для Простоты Поэтому Мы Собственно Вот это Уравнение Заменим Уравнение После Такого Выбора Начало Отчета Времени Что П Игс Равняется Е Не На Т Вот Тогда Мы Что Для того Чтобы Найти Наше Движение Мы С вами Воспользуемся Связью Между Импульсом Скоростью И Энергией Вот То Что Мы С вами Писали В свое Время Когда Занимались Кинематикой Частиц П Равняется Энергия На В Деленная На С Квадрат Ну Энергия У нас Равняется Поле Квадратному Из М Квадрат С Четвертый Плюс С Квадрат На П Квадрат То есть П Х Квадрат Плюс П Квадрат Плюс П З Квадрат Ну ДПЗ По ДТ У нас Тоже Равняется Нулю Поэтому ПЗ Равняется П0З И равняется Нулю Всегда То есть Движение У нас Двумерное В плоскости И в шиприк Поэтому ПЗ Равняется Нулю П И Равняется Констант Поэтому Энергия Равняется Корню Квадратному Из М Квадрат С Четвертая Плюс С Квадрат На П Игрек Ноль В квадрате Плюс С Квадрат На П Ипс Квадрат То есть Е Квадрат Заряд Квадрат Поле В квадрате И На Т В квадрате Мы Вот эту Личину Обозначим Как Е Ноль Ну И будем Писать Что у нас Энергия Равняется Корень Из Ноль Квадрат Плюс С Квадрат Е Квадрат На Т Квадрат Ну и теперь Чтобы найти Движение Давайте Выразим Наоборот В У нас Равняется С Квадрат Делить На Энергию На Импульс Поэтому Мы Получаем Что Д П Да На А Е Вот Это Е Моль Квадрат Да Это Е Моль Квадрат Простите Я Квадрат Если Написал Е Моль Квадрат Да М Квадрат С в четвертой Плюс С квадрат П Моль Квадрат Это Е Моль Квадрат Да Ну и Мы Получаем Что В Ипс Равная Д Ипс По ДТ Равняется С Квадрат П Ипс На Е Равняется С Квадрат Е На Е И На Т Делить На Корень Квадрат Из Е Моль Квадрат Плюс С Квадрат Е Квадрат Е Квадрат На Т Квадрат А В Ибрик Равняется Д Ибрик По ДТ Равняется С Квадрат На П Ибрик На Энергию Равняется С Квадрат П Ибрик Ноль Делить На Корень Из Ноль В Квадрате Плюс С Квадрат Е Квадрат Поле В Квадрате Е Большое В Квадрате И На Т Квадрат Вот Мы Это Получили Ну Уравнение Собственно Эти Легко Инцеплируются Просто вот это Соотношение Оно Нам Здесь И Помогло То есть Ипс От Т У нас Будет Равняться Я Вытащу Здесь Е На Е На Интеграл С Е На Е Квадрате На Т На ДТ Да На Корень Из Е Ноль Квадрат Плюс С Квадрат Е Квадрат Е Квадрат Т Квадрат Ну Вот это Выражение У нас Собственно Которое Здесь Стоит Это Дифференциал Одна Вторая Дифференциал С Квадрат Е Квадрат Е Квадрат На Т Квадрат Правильно То что у нас Здесь стоит Как раз Под аргументом Поэтому У нас Просто Интегрируется Корень Будет удвоенный Корень В числителе Двойка Сократится И ответ Будет Просто Дниться На Е На Е На Корень Из Е Ноль Квадрат Плюс С Квадрат Е Квадрат Е Квадрат С Квадрат Я напишу И здесь Так Ну Плюс Констанция Интегрирования Минус Е Ноль На Е На Е Плюс 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 Х Моль Х Моль Это Значение Х При Т Равном Нулю Поэтому Я Под Констанцию Выделил При Т Равном Нулю У нас Это Выражение Обращается В Ноль И Поэтому Х От Нуля Это Есть Х Ноль Как раз Ну вот Мы Проинцебрировали Наше Уравнение Ну А для И От Т Мы Получим Значит Похожую Выражение С П И И Ноль Делить На Вытащим На Интеграл Значит Одно У нас С Остается С Е На Е ДТ И Я Еще Поделю На Энергию На Е Мулевое Числитель Измаменатель Тогда У меня Получится Один Плюс С Е Е Т Минемоль Квадрат Ну Видите У меня Тут Дифференциал Как раз От такого Аргумента Получился С Е Заряд Поле Минемоль И на Т Это Интеграл Типа Интеграл Там Д Икс Ва корень Из Один Плюс Икс Квадрат Это И что Ар Шимус Икс То есть Получается С П Ибрег Ноль Делить На Е На Е Арг Шимус Гиперболический От С Е Е Т На Е Моль Плюс Ибрег Ноль Ну Ну Вот Собственно Мы С Вами И Решили Вот Это Самое Уравнение Ну В Проветическом Виде Если У нас Т Это Время В нашей Лабораторной Системе Мы можем С вами Получить И Траекторию Движения Нашей частицы Ну Допустим Мы берем Значение Ибрег Ноль Равное Ибрег Ноль Равняется Нулю Значит Тогда У нас Когда Ибрег Ноль Равняется Нулю Мы Получим Что С Е Е На Т Делить На Е Ноль Равняется Шимус Верболическому От Е Е От Да Е На Ибрег Делить На С П Ноль Ибрег Ну и Тогда У нас Х Будет Равняться Е Ноль На Е Е Мы Вытащим Это будет Полик квадратный Задим Плюс С Е Е Е Т На Е Ноль В квадрате Ну Минус Один Равняется Е Ноль На Е На Е Здесь у нас будет Вот это У нас Заменится На Что На Шимус Квадрат Вот этого Аргумента А Единица Плюс Шимус Квадрат Это что Такое У нас Это Чешимус Квадрат Это Просто Уже В Квадрате Поэтому Вы Пусть Здесь Чешимус От Е Е Ибрик Делить На С П Ноль Ибрик Минус Один Ну и Соответственно Отсюда Можно Найти Уже Ибрик Как Функцию Ибрик И это будет цепная линия В плоскости Ибрик Это Траектория Движения Частицы То есть Е Е Е Е На Ибрик На С В Ибрик У нас Будет Равняться Арг Чешимус От Е Е Ибрик Делить На Е Ноль Плюс Один Ну и Ибрик Равняется Ц П Ноль Ибрик На Е На Е Вот Арг Чешимус Е Е Ибрик На Е Ноль Плюс Один Вот Это Цепная Линия Которую Мы Получили В качестве Траектории Движения Частицы Понятно Если у нас Импульс П Ибрик Равняется Улю То есть Весь Ибрик Направлен По Оси Ик 100 То Ибрик Тоже Будет Равняться Улю У нас Будет Одномерное Движение И вот Случай Движения В постоянном Электрическом Поле Это Случай Пример Клинтивистского Равно Успоренного Движения Потому что У нас Собственно С теми Отчета Всегда Имеется Одно И то же Ускорение Равное Е на Е Потому что Составляющая Поле Е Она же Одна и та же Во всех Системах Отчета Продольная Это Пример Клинтивистского Равно Успоренного Одномерного Движения Если у нас Вот Пример И Пример Нулю Если не Ноль То Соответственно Цеплая Линия У нас Получается В плоскости И всыплет Вот Значит То Что Касается Движения В постоянном Электрическом Поле Вот Таким Образом Лишается Соответственно Точно Клинтивистская Задача Движение В постоянном Поле Е Теперь Мы Рассмотрим Случай Постоянного Магнитного Поля ДП По ДТ Равняется Единице На С В умножить На H Ну Мы с вами знаем Значит Магнитное Поле H Будем Направлять По оси Z Вот Z Магнитное Поле H H У нас Это поле Однородное В нашей Теперешней Ситуации Сейчас Хотя Мы потом будем И Неоднородными Полями Заниматься В этом Семинарах Поле Пока что Однородное И постоянное Во времени Ну То что Поле Постоянное Во времени Значит С этим Связано То что Энергия Частицы У нас Является Вариантом Движения Потому что Магнитное Поле Работу У нас Частицы Не совершает Мы с вами знаем Вот это Уравнение Для изменения Энергии ДЕ по ДТ Равняется Е В скалярно На Е У нас Электрического Поля Сейчас Никакого Нет У нас Постоянное Однородное Магнитное Поле Поэтому Энергия У нас Постоянна Мы опять Воспользуемся С вами Вредим Соотношением Что П Равняется Энергия Делить На С Квадрат Умножить На В И используем То, что у нас Постоянная энергия Она не меняется Во время движения И поставим Это выражение Вот В наше уравнение При этом ДП по ДТ Мы можем вынести Е на С квадрат Как постоянные множители Е на С квадрат В данном случае ДВ по ДТ Равняется Е на С В умножить На H В умножить На H Вот Сюда мы получаем Что ДВ по ДТ Равняется С Делить На Е В умножить На H Ну или Равняется Омега Умножить На В Омегу умножить На В Где Омега Равняется Минус С Так Я здесь Забыл Здесь у нас Заряд стоит Не единица Это я написал С самого начала Неправильно Заряд Молеоприческое поле Е на С Сюда Поэтому У нас здесь Тоже стоит Заряд Естественно Поэтому Здесь тоже Стоит у нас Заряд Здесь тоже Стоит Заряд На скорость На Магнитное поле И делить На энергию Частицы Вот это Собственно Частота Тилатронная Частота Которой У нас Вращается Вектор Скорости Ну и соответственно Частома Частица Вокруг Направления Магнитного Поля Мы можем Это уравнение Проинтегрировать Ну считая Что у нас В Равняется ДР По ДТ Выбираем Начало Координат В центре Нашей окружности Получив что В равняется У нас Омега Умножить На Р Отсюда Мы Можем Найти Радиус Обращения То есть У нас Вектор Скорости Вращается В направлении Магнитного Поля Радиус Вектор Тоже Вращается То есть Имеется У нас Круговое Движение Поперечной Плостости К направлению Магнитного Поля Причем Радиус Обращения Р Он Равен Соответственно В Поперечная Делить На Модуль Омега В поперечная Это Скорость Поперечного Движения В плоскости Поперечной К магнитному Полю То есть Здесь Мы видим Что у нас В поперечная Радиус Вектор Поэтому Здесь У нас В Это Поперечная Скорость Может быть Продольная Скорость Вдоль Аж Она Не входит Входит А поперечная Скорость Это Скорость Поперечного Движения То есть В плоскости Поперечная К магнитному Полю Мы Поперечная Делить На Омега Ну Соответственно Это Будет У нас Энергия На Мы Поперечная Делить На Модуль Е С Аж Мы Это Запишем В виде Опять Значит С Е В поперечная На С Квадрат Делить На Модуль Е И на Аж Ну Я просто Здесь Вел Скорость Света Вчиснитель И поделил На С Квадрат У нас Единица На С И осталось Вот Это Выражение Оно Совпадает С Поперечным Импульсом Энергия На С Квадрат На В Это Есть П П Поперечная Это Есть С П Поперечная Делить На Модуль Е На Аж Вот Еще раз Радиус Обращения Скорость Света На Поперечный Импульс Плоскость Поперечная К Магнитному Полю Делить На Модуль Е И На Магнитного Поля Аж Это Радиус Обращения Соответственно Ну Это Выражение Р Справедливо Для Р Слюзива В любом Случае И Скорость Когда У нас Мала По Скоростью Света И Порядка Скорости Света Для Ну И Оно Собственно Ну Как-то Не Может Быть Сильно Упрощено В разных Ситуациях А Выражение Для Частоты Обращения Может Быть Упрощено Это Выражение Для Частоты Оно Общие Занитимистское Да Модуль Омега У нас Равен Модуль Е Ц Х Делить На Энергию Если У нас В Гораздо Меньше Чем Скорость Света То Что У нас Будет Тогда Что Надо Подставить Вместо Энергии Сюда Энергию Покоя Мц Квадрат Поэтому Вот в этом Случае У нас Модуль Омега Будет Примерно Равен Модуль Е На Аш Делить На Мц Это Вот Нелентивистское Выражение Для Центромной Частоты То есть Энергия Примерно Равняется Мц Квадрат Сюда Входит Полная Энергия Полная Энергия Частиц Это надо Имейте Ввиду Значит Полная Ну мы Можем Мы можем Более Подробно Написать Вот это Уравнение Вот Мы Введем Теперь Величим Омега Просто Без Стрелочки Это у нас Была Векторная Частота Это Модуль А Введем Просто Омега Равная Е С Д Х Делить Энергию И записываем Это уравнение В компонентах Д В Х По ДТ Равняется Омега На В Иврик Ну Собственно В иврик На Х З У нас Аж направлено По оси З Е С Е На Х Вот На самую величину У нас и стоит Тогда dVy по dt у нас будет равняться минус омега на Vy. А dVz по dt равняется у нас нулю. Вот, собственно, вот эти уравнения, как расписываются в компонентах. Тогда мы получаем, что у нас Vz равняется Vz0. Это константа, то есть у нас по оси Z может быть вполне движение с какой-то постоянной скоростью. А вот в плоскости x-y у нас будет круговое движение. Мы сейчас отсюда это получим. Это удобно получить в комплексном виде, умножив вот это уравнение на мнимую единицу и сложив. d по dt Vx плюс i на Vy равняется минус и омега на Vx плюс i на Vy. Ну тогда Vx плюс i на Vy равняется константа c на e в степени минус и омега t. Это тривиальное решение этого уравнения. Где c комплексная константа, которую мы напишем в виде некоторой V0 поперечной. Ну то есть c мы напишем в виде V0 поперечная, это поперечная скорость, которая постоянно, ну поперечная скорость она постоянно, ну левая, умножить на некоторую фазу. E в степени минус и альфа. Ну эта фаза может быть. Тогда мы получаем V0 поперечная на e в степени минус и омега t плюс альфа. Ну и отсюда мы получаем уже решение для Vx и Vy как реальная часть, это V0 поперечная на осимус омега t плюс альфа. И Vy равняется минус V0 поперечная на осимус омега t плюс альфа. Вот мы расписали наше уравнение в нашем магнитном поле. Ну а соответственно это же у нас dx по dt, а это у нас dy по dt. Поэтому интегрируя, получается x от t равняется, там x0 плюс V0 поперечная на омега синус омега t плюс альфа. И интегрируя от t равняется и интегрируя 0 плюс V0 поперечная на омега синус омега t плюс альфа. Вот мы и получили круговое движение. Ну вот, а это и есть радиус как раз обращения орбит, радиус обращения r, который мы с вами здесь и нашли. r в этой речке делить на модуль омега. Ну он следует просто вот из этого уравнения, собственно. Вот. Наравняется омега на r. Вот, собственно, что касается движения в постоянном магнитном поле. Здесь надо уметь, значит, получать радиус движения, частоту, в предъявительском случае понимать, предъявительский предел. Ну а мы сейчас с вами перейдем тогда к более сложному случаю, а именно к случаю скрещенных полей. E и H, когда имеется и магнитное, и электрическое поле. То есть рассмотрим вот такую ситуацию, когда у нас имеется, допустим, это z, это x, это y. Вдоль оси z у нас направлено магнитное поле H. И имеется электрическое поле E, постоянное, ну где-то вот в плоскости z, y. В плоскости z, y имеется электрическое поле, а магнитное направлено по оси H. И будем вот эту ситуацию рассматривать с вами сначала в нелетивистском пределе случае. То есть будем решать уравнение dp по dt, которое равняется масса частицы на dv по dt, потому что уже в случае это делается сложнее, потом я скажу, что надо будет делать для интеллистского случая. равняется e на e плюс e на c, v умножить на h. Ну, вот давайте перезаписываем эти уравнения в компонентах. m, d, v, x по dt. У нас, значит, компоненты по оси х нет. У нас будет тогда равняться e на c, v, y на h. v, y на h. hz. На hz. Ну и, значит, второго слагаемого у нас не будет, потому что у нас магнитное поле по оси z направлено. Что-то по оси z. m, d, v, y по dt равняется, вот у нас появится компонент, а здесь e на e, y. Минус e на c, ну, соответственно, у нас будет здесь v, x на h. И m, d, v, z по dt равняется e на e, z, если у нас имеется еще z компонента для электрического поля. Ну вот это уравнение, последнее, оно совершенно независимо от первых двух. Его можно решить, у нас правая часть константа, тогда у нас v, z будет нарастать со временем, соответственно, координата z будет квадратично нарастать со временем. Это утримяльное решение, школьное еще. Поэтому, ну вот, движение по оси z у нас будет тримяльное. Это направление магнитного поля. Более интересное движение в плоскости y, x. Вот давайте мы его обсудим. Ну, опять давайте вот это уравнение умножим на мнимую единицу и сложим с первым. Тогда мы получим, что m, d по dt от vx плюс i на vy равняется i, e на e, y, минус e, h на c, на мнимую единицу, на i, а здесь будет у нас vx плюс i на vy. Ну да, здесь будет у нас знак плюс vy, должно быть. Тут минус, вот такое уравнение. Ну, это неоднородное дифференциальное уравнение, имеющее общим решением для вот этой комбинации частное решение. Общее решение однородного уравнения плюс частное решение неоднородного уравнения. Общее решение однородного уравнения – это то же самое, что у нас и было. Примерно е в степени минус i, e, h на c, m, надо на массу поделить. И, h на c, m, на t. Где c – это комплексная константа, ну, которая у нас и была, собственно. Плюс частное решение неоднородного уравнения, которое можно выбрать в виде константа. То есть, если это константа vx и vy, у нас производная обращается в ноль, и константу можем найти из обращения в ноль правой части. Это будет у нас отношение i, e, e, y, деленное на i, e, h, деленное на c. Таким образом, мы получаем, да, значит, c мы запишем опять в виде v0 на е в степени минус и альфа, ну, в ноль поперечное, допустим. И будем иметь, что vx от t у нас равняется v0 поперечное на косинус e, h на mc, t плюс альфа плюс, это не смещественная венчина, мнимые единицы сокращаются, заряд сокращается, c, e, y, деленное на h, ну, а v, y от t будет содержать только лишь мнимые единицы, то это будет v0 поперечное на, ну, с знаком минус на синус e, h на mc, t плюс альфа. То есть мы с вами видим, что выражение для скорости у нас содержит, как ограниченные астронирующие функции типа косинуса или синуса, а также константу, ну, в компоненте x. Поэтому, если мы с вами захотим найти среднее значение скорости движения частицы, усреднив это выражение, ну, по периоду, или по увеличению больше, чем период обращения частицы, у нас косинус и синус при усреднении замуляться, и v, x, среднее, будет равняться константе c, не y, деленное на h, это компоненты, не y, это компоненты, чтобы не было недоразумений, а v, среднее, y равняется мы. То есть у нас в движении суперпозиция вращения в магнитном поле и дрейфового движения с постоянной скоростью вдоль оси x, то есть в направлении поперечном к нашим полям e и h. Вот это движение, вот с этой средней скоростью, оно и называется явлением дрейфа заряженных частиц, скрещенных в электрическом и магнитном поле. Это выражение можно для скорости записать и вектором в виде, v равняется c, векторное произведение, e умножить на h, деленное на h квадрат. Легко проверить, что это действительно так, в наших компонентах, в x будет, соответственно, c и y делить на h в и y у нас будет равняться мулю. Слушайте, не x, 0 и... Ну, вот, собственно, а мы соответственно с вот этим выражением. Мы направлены по оси x, в и y и vz равняются мулю отсюда, собственно, потому что e и h у нас поперечны. Вот, мы получили такое выражение. Значит, пока что всё наше рассмотрение было ограничено, было ограничено нерентивистским случаем. Поэтому то, что мы с вами делали, справедливо, когда у нас свой средний х гораздо меньше, чем скорость света, что требует ограничения, где y гораздо меньше, чем h. вот, значит, теперь а что будет у нас в нерентивистском случае? Вот, оказывается, что давайте прежде всего вспомним, на что похожа вот эта скорость. Знаете, скорость очень похожа на скорость той системы отсчёта, где у нас электрическое поле к нею штрих обращалось в ноль. Правда, мы с вами рассматривали там случай, когда поля e и h перпендикулярны. Так вот, в том случае, если поля e и h перпендикулярны, то это выражение справедливо и для скорости дрейфа в противистском случае, то есть оно является общим случаем. И это легко понять почему. Потому что, вот если мы с вами сядем в систему отсчёта, которая движется со скоростью дрейфа, то в этой системе отсчёта у нас что? Уже дрейфа не будет, частица будет совершать аффинитное движение в магнитном поле. Правильно? Это означает, что поле где-то обравняется мулю. То есть скорость дрейфа это и есть для случая поперечных полей, не и h поперечных перпендикулярных полей. Это и есть скорость той системы отсчёта, где поле к ништриху равняется мулю. В случае, если у нас поля неортогональны, это уже не так, потому что там, соответственно, скоростью дрейфа будет скорость той системы отсчёта, где поля параллельны. Это же будет более сложное выражение, мы этим заниматься не будем. Вот для поперечных полей, соответственно, вот эта скорость дрейфа, она и работает. Значит, это можно получить и, соответственно, чётким амолитическим способом. И вот именно для этого в задании имеется задача, по-моему, номер 11, если я не путаю, или 10, или 11, по-моему, 11, о движении частиц в скрещенных полях E и H. И там как раз и требуется найти скорость дрейфа в случае, она у нас E меньше, чем H. Немного меньше, а просто E меньше, чем H, но поля перпендикулярны. Вот эту задачу надо будет решать, вам требуется решать именно не таким способом, как я здесь рассказывал, а решая непосредственно трёхмерное уравнение движения. Это гораздо удобнее, то есть надо записать четырёхмерное уравнение движения, решить задачу в скрещенных полях E и H для общего случая и получить скорость дрейфа, и она должна получиться вот именно в таком виде. Так что вот на этом мы с вами заканчиваем, значит, тему о движении частиц в полях. И рассмотрим сейчас силы, которые действуют на заряженные частицы в слабо-неоднородных полях. На самом деле вот явления дрейфа, они существуют также не в скрещенных полях E и H, а допустим, в одном магнитном поле. Если это поле не является однородным, пусть оно постоянно во времени, оно является неоднородным или слабо-неоднородным, тогда вот в таком магнитном поле возникают очень интересные тоже дрейфовые явления. Мы на лекциях это не будем рассматривать, а вот имеется задача номер 15. В задании как раз она нацелена на исследование вот этих явлений в слабо-неоднородных магнитных полях, и это, собственно, тематика семинаров. Мы с вами рассмотрим просто силы, которые действуют на силы, моменты сил, которые действуют на частицу в слабо-неоднородных полях. Ну и начнем это с электрического поля. Ну вот, допустим, у нас имеется ядрое вот система частиц. Радиус вектор R в эту систему частиц, там из начала координат, и имеются радиус-векторы из некоторого центра в этой системе до отдельных частичек. До отдельных частичек. Так что, допустим, у нас имеется поле E, которое на эту систему наложено, и на каждую частицу действует поле ER плюс R ИТ. R большое плюс R малое ИТ, это ист положение ИТой частицы. R ИТ по модулю имеет масштаб L, размер системы. И мы будем считать, что L деленное на L большое, где L большое, это масштаб недонародности электрического поля, гораздо меньше единицы. То есть, размер системы масштаба L гораздо меньше, чем вот у нас меняется это поле как-то слабо недонародное. И поле медленно меняется на масштабах системы. В данном случае у нас система статическая. Имеется статическая система, ну и полная сила F, которая действует на нашу систему, есть сумма отдельных сил, это заряд на поле в точке нитого заряда. Считаю, что у нас в поле слабо недонародное мы можем разложить поле Е по градиентам. То есть, это молевой член, это поле в центре нашей системы в точке R плюс R и т умножить на градиент. Это первый член разложения в ряде Тейлора. Действующий R на E от R. Градиент действует на переменной R большой. И тогда мы получаем, что наша сила равняется заряду E полному на E от R плюс плюс дипольный момент системы шкалярного на вектор градиента на E который зависит от R. Значит, у нас E это суммарный заряд нашей системы. Ну, имеете, сумма по E на E на E Я просто E вытащил и заряд E это суммарный заряд. А D у нас сумма E на R это дипольный момент. D это сумма по E E на R E Вот, собственно, выражение для силы действующей слабо недоднородным электрическом поле на статическую систему компактную статическую систему заряда. Если у нас заряд не равен нулю, то главный член это просто естественно полный заряд на поле средней точки нашей системы. А если у нас система электронейтральна, что важно, ну, для приложений бывает очень часто, то тогда у нас этот член замуляется и главную роль играет уже вот это дипольное слагаемое, которое видно, что оно не муле-муле только в неоднородном поле. Если у нас поле однородно, то этот член замуляется. Брадиент есть здесь стоит. Этот член работает только лишь в неоднородном поле. Теперь, что касается момента сил, которые действуют на эту систему, то момент сил, он это есть сумма по И, Р, ИТ вектор на Ф, ИТ, то есть сумма по частицам Р, ИТ умножить на ЕИТ на Е от Р плюс Р ИТ. Ну и здесь мы можем приближенно оставить лишь отморс слагаемое. Сумма по И, Р, ИТ умножить на ЕИ, Е от Р большого, не разлагая, мы тогда все равно получим немулевой результат, немулевой результат даже в однородном поле. ЕИТ на РИТ сумма, это есть опять же дипольный момент, мы получаем здесь выражение типа дипольный момент векторно на электрическое поле вне средней точке нашей системы. Вот в дипольном приближении мы получаем в слабо неоднородном поле выражение для момента сил и для силы действующей на частицу. Теперь что у нас будет в магнитном поле? В магнитном поле мы уже как бы не можем рассматривать статическую систему зарядов. Почему? Потому что силы действующие на заряд есть ЕИ на С ВИТ умножить на H в точке Р плюс Р ИТ Вот если у нас теперь будет не электрическое поле Е а магнитное поле H Если у нас частицы стоят мулевые скорости то и сила будет равняться мулю поэтому частицы должны двигаться поэтому мы должны рассмотреть в этом случае уже систему стационарно движущихся частиц систему стационарно движущихся частиц они движутся но стационарным образом им то ну и мы с вами рассмотрим сначала момент сил который действует на нашу систему сумма по RI умножить на FI то есть сумма по I DI на C у нас будет двойное векторное произведение DI умножить на VI умножить на H и опять же вот если мы с вами рассматриваем момент сил то нам достаточно здесь использовать приближение в котором мы учитываем только поле нашей средней точки вот для вычисления силы этого недостаточно а для момента сил достаточно я собственно это и сделаю на лекции дело в том значит теперь внимание обратите на то что когда у вас частицы двигаются то RI то есть функция времени и RI то есть функция времени правило поэтому и собственно K тоже есть функция времени у нас для стационарной системы частиц вот эти колебания временные будут не будут интересовать для нас важно среднее значение этого момента и среднее значение силы потом когда мы будем поэтому мы будем считать среднее значение которое мы обозначаем чертой это среднее значение усредненное по времени которое сглаживает колебания и временную зависимость вот значит теперь мы получаем E значит сумма OI EI деленное на C у нас здесь V EI на R EI умножить на H минус H R EI умножить на V EI ну по формуле BATS минус CH мы с вами это посчитали теперь вот это выражение сумма по I EI на C V I RI на H мы вторую часть записываем в виде так да здесь стоит у нас черта усреднения здесь у нас черта усреднения минус единица минус одна вторая D по DT сумма OI H R I умножить на RI вот что я здесь сделал у меня здесь стоит H RI на VI скалярное произведение я взял производную RI на RI беру производную отсюда получаю VI на RI производную от второго RI на VI то есть получаю два слагаемых такого типа поэтому половинка здесь стоит то есть вот этот член сводится к полной производной по времени вот такого выражения вот это выражение у нас обращается в ноль оно равняется нулю как полное производное от времени от ограниченной функции мы считаем что наша система компактна и движение фенитно тогда для среднего значения для F по DT если у нас это по определению лимит T стремится к бесконечности единица на T интеграл от нуля до T до T по DT от нашей функции которая интегрируется то есть DF по DT я ставлю я ее усредняю по времени от нуля до T и делю на T большое потом T усредняю к бесконечности у меня здесь полный дифференциал DT сокращается я получаю лимит T стремится к бесконечности F от T минус F от нуля деленное на T если у меня функция ограничена то есть движение компактное ограниченная функция то предел равен нулю поэтому среднее значение это замуляется теперь я напишу так вот этот член я напишу как 1 2 д по дт сумма по и е и на c r и r и на h плюс 1 1 2 сумма по и и и на c v i r i на h минус 1 2 сумма по и и e i и и и и и А здесь у меня будет R, I, V, I умножить на H Что я здесь сделал? Я добавил полную производную Здесь везде усреднение по времени стоит Я добавил здесь полную производную Вот если я дифференцирую по первому R, I Получаю V, I на R, I Тогда у меня они складываются И я получаю исходное выражение А если я по второму дифференцирую R, I, V, I У меня они сократятся И поэтому это выражение тождественное тому, что стоит у нас здесь Вот это тождественное вот этому Опять же, вот эта полная производная по времени У меня замуляется Она равняется нулю Потому что среднее значение I остается вот это выражение Значит, ну, чему оно равно Мы сейчас напишем Здесь опять же надо собрать Это сумма по I Е, I на 2, C Здесь стоит у меня Двойное векторное произведение H на V, I умножить на R, I Вот к чему это свелось Теперь я это перепишу просто-напросто Сумму по И, ЕИ на 2С Переставлю просто векторное произведение здесь местами И векторное ВИ, РИ с H Тогда у меня знак не изменится РИ умножить на ВИ умножить на H Вот R И это не что иное, как магнитный момент М умножить на H Где магнитный момент системы мы определим как Магнитный момент системы равняется сумма ВИ Заряд на удумаемую скорость света РИ векторно на ВИ И среднее значение по времени Вот у меня здесь получился То есть мы получили на самом деле с вами формулу для момента сил действующих на нашу систему Но в слабо-неднородном поле мы же все же Оно и в нодородном поле не ноль Для слабо-неднородного это тоже верно Точно такую же формулу, которую мы получили раньше для электрического поля Помните, Д на Е Было Д на Е, стало М на H Где М это магнитный момент Значит, точка также Вычисляется сила Средняя сила Ф равняется Сумма По И ЕИ делить на С ВИ умножить на H От R Плюс РИ Надо делать усреднение по времени Разложить магнитное поле Как мы это делали для электрического поля Тогда член углевого порядка H от R Он замулится от полной производства по времени Потому что вы И то есть ДР по ДТ И член с градиентом Дальше надо использовать Вот примерно такой же трюк или прием И ответом будет M градиент H Вот я опять же Это не буду делать на лекции подробно Почему? Потому что это есть предмет Задачи номер 14 Из вашего задания Это опять же тема семинара То есть вот мы с вами момент сделали А силу Уже Это значит Либо вы сами Либо семинариста просите Он вам расскажет Это в общем тема семинара Это задача номер 14 Но схема вот такая То есть надо просто Посчитать вот среднее значение по времени От такого выражения Ну с использованием вот такого типа Манипуляций Выделяя производные по времени Ну вот собственно На этом сегодня все Субтитры делал DimaTorzok